Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов и каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Также я напоминаю, что полным ходом идет набор на онлайн-курс сценарий телесериала в нашей сценарной мастерской. Если вы хотите учиться в нашей сценарной мастерской, то самое время пройти по ссылке в описании, подать заявку и занять место на курсе, пока его не занял кто-то другой. Коллеги, напишите в чате, видите ли вы меня и слышите ли вы меня. Так, сейчас, пока вы подключаетесь, я добавлю информацию в трансляции. Напишу, что это сценарные посиделки. Так, есть. Ага, видим, слышим, есть. Такая, на самом деле, импровизированная, абсолютно импровизированная трансляция. У меня нет ни сценария, ни заготовки. И вообще, два часа назад я еще не знал, что я выйду сегодня в эфир. Просто, вот, захотелось. Я немножечко, чуть-чуть приболел. Тут, видимо, что-то цветет опять. И у меня какая-то страшная аллергия. Вот. И поэтому я сижу сегодня дома. Утром не побежал на пробежку. Ну и, как всегда, читаем соцсети и роятся мысли. И захотелось как-то вот с вами встретиться. Не обошлось без технических неполадок. Я не смог сделать нормальную трансляцию, горизонтальную. Потому что мне, в общем, как-то и хотелось немножко так импровизационно. С телефона, чтобы это не выглядело как такой прям вебинар. Да. С микрофоном я в рубашке в наглаженной. Да. Вот сижу что-то вещаю. Вот. Что это такое? Вот что мне хочется сделать? О чем мне хочется поговорить? Вот хочется мне делать так время от времени какие-то вот такие посиделки сценарные, писательские. Где бы мы с вами просто сидели, разговаривали на какие-то темы. Может быть, вы задавали бы мне какие-то вопросы, если захотите что-то узнать. Ну или я бы задавал вам какие-то вопросы. И это не... Как бы не лекция. То есть, понятно, что там какие-то материалы о сценарном мастерстве я даю в... сценарной мастерской в нашей. А какие-то вещи, связанные там с коучингом, с самомотивацией, самопродвижением, самоорганизацией и так далее, и так далее. Я делаю на разных наших больших бесплатных мероприятиях. В том числе, вот мы в понедельник запустили год денег. И в следующий понедельник у нас следующий эфир. Ладно. Вот такая длинная преамбула. Наконец, перейду к амбуле. Давно я хотел сделать что-то или написать пост какой-то большой, либо статью какую-то написать о том, как стать сценаристом. Казалось бы, да, тема-то всеобъемлющая. Но на самом деле, там есть несколько таких нюансов. Во-первых, прежде всего, хочу вам рассказать, как вообще у меня это получилось. Как получилось, что я решил вдруг внезапно стать сценаристом. Хотя, вроде бы, ничего такого не предвещало. Почему? Ну, потому что я родился в деревне, в поселке Сямжи, в Вологодской области. У меня никого в моей семье кинематографистов не было. А в советское время, вообще, в принципе, нормальной и правильной карьерой в кино было... Началом такой карьеры, да, было родиться в семье кинематографистов. Так вот, у меня этого не было. Более того, я бы не сказал, что я был каким-то прям таким киноманом страшным, да. То есть, естественно, были фильмы, которые очень сильно на меня воздействовали. Но надо понимать, да, что это, там, мое детство, это начало 80-х годов. Телевизор ужасно унылый. Очень мало чего интересного там показывают, да. Две программы, одна из них показывает нормальная, вторая хуже. Но вот все, что ты можешь посмотреть, да, ты можешь увидеть там, по телевизору. И редко-редко, когда раз в два-три месяца привозят какое-нибудь действительно по-настоящему хорошее, интересное кино. И в клубе его можно посмотреть. Поэтому вот такого, такой какой-то страсти к кино у меня не было. Но потом, когда случились 80-е, случилась перестройка, начался конец 80-х. И у нас всем же открылся, даже у нас всем же открылся видеоцентр, где можно было посмотреть какие-нибудь фильмы. Я помню первые свои два видеофильма, которые я посмотрел. Это «Американские ниндзя» и «Рэмбо. Первая кровь». Конечно, это производило сумасшедшее, абсолютно сумасшедшее впечатление. И про то, что вот есть такой фильм «Рэмбо», мы знали. Была такая программа Генрика Боровика «Камера смотрит мир». И вот в этой программе был один выпуск, посвященный американскому кинематографу. Там было как раз-таки «Рэмбо» показывали сцену из «Рэмбо». По-моему, «Рэмбо 2», где он прикручивал к Луку. Прикручивал гранату и стрелял в этот самый. Стрелял в каких-то там вьетконговцев. И дальше, да, что-то там были какие-то отрывки из Джеймса Бонда, показывали еще что-то. То есть, мы увидели какой-то кусочек вот этого американского кинематографа. И потом, в дальнейшем, я понимал, что, ну, вы понимаете, да, 90-е кино фактически не существует в России. Да, все развалено. И я понимал, что вряд ли я когда-нибудь буду иметь какое-то отношение к кино. Но я уже начал писать. И я представлял так, что я хочу писать так, как будто это кино. Чтобы люди, читая мои книги, они как будто посмотрели кино. Но насколько у меня это получалось, сложно судить. Я не рискую перечитывать свои ранние тексты. Но как-то у меня это довольно быстро пошло. Ну, первый же мой роман был опубликован в Москве в издательстве Эксмо. И как-то потихонечку-потихонечку дело пошло. И потом, когда я переехал в Москву и очень быстро делал журналистскую карьеру. Вообще, в 90-е годы журналистика была занятием весьма и весьма увлекательным. Особенно журналистика в регионах. И я с большим интересом смотрел за тем, что происходило в других регионах. В Томске была кинокомпания прекрасная. В Красноярске была замечательная газета Камок. И региональная журналистика в России в то время была реально мощная. И газета, в которой я работал, газета «Русский Север», у нее тираж был на максимуме 187 тысяч экземпляров. То есть, сегодня у федерального издания, не у всякого есть такой тираж. А это было в Вологде. И я продолжал учиться в университете и уже работал в газете. И, значит, выходит какая-нибудь моя статья. И я прихожу в пятницу, когда выходит номер, залезаю к себе на Камчатку. И вижу внизу аудитория, вся читает «Русский Север». И идешь по городу, и у каждого встречного в руках газета «Русский Север». То есть, это было реально прям мощно. Реально очень круто. Но это очень быстро начало схлопываться. И как-то со свободой слова начались проблемы. И экономические газеты умирали. Падали тиражи. И у нас тираж за один только 96-й год. Тираж упал до 100 тысяч. Почти в два раза. А к концу 90-х тираж был уже 27-28 тысяч. В 2001 году я уехал в Москву. И в Москве тоже очень быстро начал делать журналистскую карьеру. На максимум моей карьеры пик. Это было... Сейчас скажу. Это какой? 2004 год. Мне ровно 30 лет. Как раз мне исполняется 30 лет. И в начале марта, 7 марта. И в это же время, в эти же дни я становлюсь главным редактором журнала «Новый крокодил». Это была такая реинкарнация советского журнала. И вот какое-то время там из-за терок с владельцами бренда журнал «Крокодил» не выходил. А он выходил под названием «Новый крокодил». Потом он снова вышел под названием «Крокодил». Главным редактором там был «Мостовщиков». Я был организатором этой сделки между «Новой газетой» и тем самым пьяновым, последним советским главным редактором. Он представлял владельцев бренда. И, в общем, на этом вся история издания закончилась. Но вот тем не менее. И когда уже стало понятно, что с перезапуском «Крокодила» не очень все получается, я познакомился с Игорем Станиславовичем Угольниковым, который в то время очень плотно занимался продюсированием. Он стал шеф-редактором, боюсь ошибиться, мне кажется, или шеф-редактором, или главным продюсером тележурнала «Фитиль». И он пригласил меня писать для... Собственно, ему были нужны авторы. Он меня пригласил писать для тележурнала «Фитиль». Я несколько сюжетов написал для этого тележурнала. Как сейчас помню, платили мне 100 долларов за сюжет, трехминутный такой короткометражный скетч. И когда вышел первый мой сценарий, и я увидел с экрана телеканала «Россия», как Сергей Чунишвили произносит написанный мной текст, я понял, что все это вот то, чем я хочу заниматься. Это совершенно точно, это хобби на всю жизнь. Я хочу здесь работать. И тоже в то время информации о сценарном мастерстве не было. Учебников, вот как сейчас, не было. Вот кто-то, друг, мне рассказывал, что у кого-то есть книжка, как успешно продать успешный сценарий. Книжка Червинского, в которой описано в том числе, вот как оформляется сценарий, самая главная, самая важная, самая секретная информация. И я, конечно, там кинулся разыскивать этого человека, нашел эту книжку, прочитал ее, вызубрил наизусть. Вот. И с удивлением обнаружил, что, в общем-то, полезной какой-то информации там совершенно нет. И я начал искать вообще все, что можно по сценарному мастерству. Вот вы не поверите, я помню, как тогда еще был ЖЖ, и я сидел в ЖЖ и забивал там поиск по блогам, был по слову, можно было пробивать какую-то информацию сценарным, о... ну, делать поиск. И я забивал слова сценарий, сценарист, сценаристика, кино. Забивал и смотрел по блогам, искал вообще любые упоминания сценарного мастерства. То есть искал любых людей, кто хоть что-то имеет какое-то отношение к этому сценарному мастерству. И в это время я, в общем, практически случайно познакомился. Сотрудница, наша сотрудница оказалась, что ее муж является сценаристом. Муж был Леша Паярков, сценарист. Позже он написал ликвидацию и много других замечательных сценариев. И вот мы с ним познакомились, и он мне немножечко помогал на каком-то начальном таком этапе. Я ему показывал какие-то свои писульки, он мне что-то там по поводу них говорил. И в конце концов, в какой-то момент он сказал, что да, у тебя, кажется, получается, и ты учишься достаточно быстро. Все, дальше иди в киношколу. И я начал искать киношколу. Опять же, сейчас, на сегодня, огромное количество киношкол. И понятно, что выбор-то как бы очевиден. Учиться надо идти в нашу сценарную мастерскую. Конечно же. Сейчас я объясню, почему. Почему именно к нам надо учиться. Но в то время особого выбора не было. У меня были такие варианты. В КСР. И там срок обучения 2 года, платные. И это дневное. То есть, надо учиться. Там каждый день с 11 утра начинались занятия. Второй вариант в ГИК. И там были вечерние занятия. И третий вариант я рассматривал. В то же время открылась драматургическая, какой-то драматургический курс в Лит-институте. Я помню, я в ЖЖ написал такой, устроил опрос. Написал, что вот, ребята, я хочу учиться драматургии. Куда идти? В ГИК или в Лит-институт? И мне все в одно слово написали, что надо идти в Лит-институте. И я пошел учиться в Лит-институте. И я пошел учиться в Лит-институте. Мне повезло. Мастером моим был Александр Мануилович Бородянский. И, то есть, в ГИКе хорошо учиться у хорошего мастера. То есть, там все зависит от того, к какому мастеру ты попадешь. Я попал к Бородянскому. Мне повезло. Он меня хорошо выучил. И дальше, параллельно, уже параллельно с этим, параллельно с обучением в ГИКе, я уже начал писать пьесы. И что-то их где-то начали ставить. Сначала читки какие-то, потом постановки. И к тому времени, когда я уже учился во ВГИКе, у меня, по-моему, уже был написан убийца. Или я сразу после ВГИКа написал. Сейчас не вспомню. Порядок. Порядок этого всего дела. Но, тем не менее, у Бородянского выучиться было можно. Мастерство он меня научил. И очень-очень быстро я начал работать, в общем-то, уже учась во ВГИКе. Я написал два сериала, купил квартиру и все. И дальше как-то это все дело понеслось. И тогда я работал очень интенсивно. Я был шеф-редактором деловой газеты «Взгляд». Она до сих пор существует. И моя работа была организована, скажем так, весьма-весьма немилосердно. Потому что рабочий день у меня начинался в 7 утра. И я приходил к... То есть, ты встаешь каждый день. Ты встаешь в полшестого утра. К 7 утра приезжаешь на работу. То есть, едешь по этому холодному черному городу. Приезжаешь. В 7 утра надо пересмотреть все новости, что за день случилось. В особенности, что случилось в мире. Что случилось в Америке. Что случилось с другой стороны шарика. И в 8 утра приезжали журналисты. Надо было выбрать темы для них. И дать им задание. Дальше они там час писали. Через 9 утра они сдавали свои материалы. Их надо было вычитать. И в 10.00 вы приезжали на работу. И видели, заходили на сайт ВЗРУ. И видели, что в мире случилось. Вот такая работа. Достаточно интенсивная. То есть, дальше я там день работал. В 3 часа у меня была летучка. Я передавал смену следующему шеф-редактору. И ехал домой. Перекусывал как-то. Иногда успевал полфильма какие-нибудь посмотреть. И в 6.15 ехал в Авгик. Потом я снял квартиру поближе к Авгику. Чтобы не ездить через весь город. И вот таким образом. Два года. В субботу у меня раз в две недели. В субботу. Вернее, не в субботу, по-моему. В субботу я учился. С утра. Там первый просмотр был в 9.15, по-моему. И вечером до 6 вечера я сидел в Авгике. В воскресенье раз в две недели у меня было дежурство. То есть, у меня было два выходных в месяц. И таким образом два года. То есть, очень-очень такой не самый щадящий график. И когда мне кто-то говорит, что вот я что-то не успеваю. У меня нет времени. Я просто смеюсь. Ну, как бы если ты хочешь, то ты найдешь способ это сделать. И вот тогда, сидя там в этом самом, сидя на работе. Я думал, вот какая-то, слушайте, какой, блин, вот этот геморрой. То есть, мне надо, вот я здесь работаю. Потом мне надо ехать в Авгике. Я слушаю какую-то лекцию. И там довольно много того, что нам давали. Нам было, по большому счету, не надо. То есть, это было интересно. Но без этого вполне можно было обойтись. То есть, все, что мне надо, на самом деле, это мастерство. То есть, это то, чем мы по субботам занимались с нашим мастером. А все остальное вполне можно изучить самостоятельно. Самостоятельно посмотреть кино. В общем-то, так и получилось. Так я, как бы, его и смотрел. То есть, нам дали список из 200 фильмов. И я садился и просто, допустим, Гриффит, Интолеранс. И Рождение нации. Два фильма нам надо было посмотреть. Я смотрел Гриффит и смотрел сразу всю фильмографию. Или там Антониони. Антониони я садился и всю фильмографию смотрел. То есть, я там вместо 200 фильмов посмотрел там по 1000 фильмов. Вот. Все это можно делать без отрыва от производства. И при этом выгорании. Да, совершенно верно. То есть, если нет огня внутри. То есть, если нет просто абсолютно неистребимой мотивации. То есть, я был такой, что меня остановить было невозможно. Я хотел этим заниматься. Поэтому никакого выгорания не происходило. Был внутренний источник неугасимый. И я понимаю, что на этом пути 99 человек из 100 просто сломались бы. Просто не дошли до конца. Да, вот выгорели бы. И я начал думать. Хорошо. Вот как создать такую сценарную мастерскую. Чтобы в ней можно было учиться. Не сходя вот так вот с ума. Не ломая себя. Не насилуя. Не издеваясь над собой. И я понял, что мастерская должна быть онлайн. То есть, это должно быть онлайн обучение. Почему? Потому что онлайн сложно обучать, например, актерскому мастерству или режиссуре. А сценарному писательскому мастерству вполне можно обучать онлайн. Потому что, ну, ты читаешь текст. То есть, ты рассказываешь лекцию. Даешь какой-то материал. Потом студент сдает текст. Ты читаешь этот текст. И совершенно спокойно, письменно даешь ему какие-то замечания по этому тексту. И при этом не возникает такой штуки, когда ты ведешь живое обучение. Позже я начал преподавать. И у меня была такая... То есть, я очень, вернее, быстро начал преподавать. Я решил, что, ну, прежде чем запустить свою сценарную мастерскую, я должен, ну, максимальный опыт набрать в преподавании. Я преподавал где только возможно. Пришел к Дубровиной, к нашей... К руководителю нашего этого самого ФДПО, нашего факультета. И сказал, что вот дайте мне какой-нибудь курс. Я что-нибудь прочитаю. И она такая, да, окей, без проблем. Вот есть второкурсники, давай, ининские. Давай им прочитать курс про интернет... Интернет кино, интернет сериала. Вот. И я сделал, прочитал такой вот авторский курс. Да, то есть, вот, ну, какой-то приобретал опыт. И потом Саша Талал, он был куратором факультета, вновь создающегося в Московской школе кино в МШК. И он меня позвал вместе с ним делать этот факультет. Делать программу, набирать преподавателей. И, собственно, я был старший преподаватель этого факультета. Да, то есть, я преподавал мастерство. Именно то, ради чего люди на этот факультет приходили. И, да, то есть, что здесь, что здесь, как бы, происходило, да. Люди, 20 человек, допустим, там, 22 человека у нас было на курсе, приходят, пишут какой... Я им даю какое-то задание, да, они пишут какой-то текст. Дальше по этим текстам нужно дать обратную связь. И я начинаю им эту обратную связь давать, да. То есть, я говорю, у вас здесь вот то, здесь вот все, здесь пятое-десятое, да. То есть, надо текст, во-первых, прочитать вслух, чтобы все остальные ученики услышали. Да, и, во-вторых, по этому тексту дать обратную связь. И 20 человек, да, читают, допустим, если это одна страница текста, этюд, не мой этюд, скажем, это можно за одно занятие сделать. И считается, что студенты должны слушать, как разбирают работы их коллег, и мотать себе на уст. На самом деле, никто ничего не слушает, да, все сидят в своих телефонах и ждут, пока до них дойдет очередь, пока их работу будут разбирать. И получается, что внимание теряется, внимание рассеивается, и мы не успеваем много работ разобрать, а каждому же хочется, чтобы его работу разобрали. И вот онлайн обучение, оно эту проблему решает. То есть, я сижу, да, то есть, я не устраиваю разбор на всю аудиторию. Я сижу, читаю один по очереди, да, один текст за другим, и даю обратную связь по каждому тексту. То есть, вот у нас, то есть, предел за, там, сколько там уже, девятый поток сценарной мастерской, вот за девять потоков, потоков, я уже определил, какое количество людей я могу прочитать тексты, безболезненно, не сходя с ума, это сорок пять человек. Вот, и я читаю домашку, даю обратную связь, да, и один за другой, одну за другой я читаю домашки. Это занимает, там, несколько часов в течение дня. По четвергам у нас проходят занятия, в четверг утром студенты сдают работы, и дальше, да, вечером, вечером у нас урок. И вот это решило проблему обратной связи. И это создало, то есть, каждый ученик получает обратную связь по каждому своему тексту, непосредственно от мастера, да. То есть, здесь не нужно никакое делегирование, да, мне не надо десять человек нанимать, чтобы они кураторствами. Я могу вполне сам прочитать все тексты. И именно это сделало нашу мастерскую такой эффективной. То есть, у нас очень часто бывает так, что кто-нибудь приходит к нам, скажем, после ВГИКа или после ВКСР, после полного курса, и с удивлением говорят после, там, пройдя наш какой-нибудь курс, говорят, странно, я там два года учился, ничего не написал, ни строчки. А тут у вас, там, если это сериал, да, то он написал сериал. Если полный метр, то он написал там полный метр, да. То есть, в этом смысле очень-очень эффективная мастерская оказалась. Хотя она небольшая. То есть, это не, я хочу, чтобы вы понимали, что наша мастерская, это не что-то такое, да, инфобизнесовое, да, какой-то инфобизнесок. Это вполне официальное учреждение. У нас есть образовательная лицензия, да. То есть, мы выдаем сертификат об окончании каждого нашего курса, да, выдаем свидетельство, мы даем налоговый вычет, да. То есть, все абсолютно, все официальным образом. Ну, и результативность достаточно высока. Я не сравнивал, скажем, нас с ВГИКом, но так по ощущению, мне кажется, что мы гораздо результативнее. Потому что стоит мне зайти, кто-нибудь пишет о каком-нибудь сериале. Вот кто-то мне написал, а кто пишет, кто делает про этот самый какой-то сериал. А, сериал Ольга. Я захожу, смутно помню, что там Троянова играла, сам я этот сериал не смотрел. И захожу посмотреть информацию, а кто, собственно, писал этот сериал. И смотрю, там половина мои. Да, Максим Ардашев, мой ученик мастерскую заканчивал. Аня Семикина, мой курс заканчивала в МШК, да. То есть, ну, как бы, наши ребята работают везде. Вот куда ни посмотришь, да, везде работают наши. Вот про Чернобыль вышел фильм «Полный метр». Смотрю, наша Лена Иванова, наша выпускница. Да, то есть, и как бы, и чем дальше, тем больше. Я думаю, что пройдет еще лет 10, и наши ученики вытеснят всех остальных из нашей киноиндустрии. Почему? Просто, просто, естественный отбор, да. Они пишут лучше и лучше, лучше знают ремесло. Поэтому, поэтому, друзья мои, первое, что нужно сделать, если вы собираетесь заниматься сценарным мастерством, если вы хотите стать сценаристом, это надо идти, скажу без обиняков, надо идти в нашу сценарную мастерскую. Вот прям проходите по ссылке в описании, подавайте заявку и захватывайте место. Вот сейчас у нас идет сериальный курс, наборный сериальный курс. Он начинается 1 декабря, закончится где-то там в середине февраля с перерывом на новогодние праздники. И, собственно, вот к середине февраля у вас будет пилот телесериала, заявка, и вы ее будете рассылать. То есть, у нас есть занятия по продвижению заявки, да, и вполне может быть, что у вас там в феврале уже будет работа. И гарантии, естественно, никакой нет. Но, тем не менее, вероятность такая будет и будет, и эта вероятность довольно большая. Потому что наши ученики, очень многие ученики работают. А работать в индустрии, вы будете работать только в том случае, если вы будете писать сериалы. Вот, сериал это сегодняшнее главное киноискусство. Полный метр сегодня это либо такой подростковый аттракцион, либо это патриотическое такое кино. Причем, вне зависимости от того, кто это снимает. Да, американский ли это Top Gun 2, да, или наше какое-нибудь ужасное военное кино. Поэтому, вот, но это будет какое-то такое вот, ну, кино, пропагандирующее какую-нибудь важную для государства идею. Либо это будет лютый артхаус, который пройдет тремя экранами, абсолютно незамеченный. Выиграет какой-нибудь никому не нужный приз. И, в общем, больше никто никогда в жизни к этому фильму не вернется, да. То есть, если вы хотите снимать кино, которое видят люди, да, надо учиться писать сериалы. Я помню, у меня был, не буду называть кто, один режиссер, довольно любопытный такой, толковый парень. И мы что-то с ним как-то, он проводил мастер, я его пригласил провести мастер-класс в нашей мастерской. И мы что-то после этого с ним разговаривали, и он мне говорит, слушай, а он так ко мне тоже немножечко, с одной стороны, с завистью, да, потому что, ну, вот такой какой-то известный, успешный сценарист, куча сериалов вышла и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, он такой про себя, важно понимающий, я вот снимаю такое, там, плюс-минус артхаусное кино, но дело в том, что два фильма к тому времени он снял, еще раз, не буду говорить кто, и не пытайтесь угадать. И оба провалились в прокате, и он такой сидел без работы, без денег, без ничего, и фильмы эти никто не посмотрел, да, то есть он снимал кино, тратил год своей жизни, и дальше это кино, там, не знаю, две тысячи человек смотрели. И он мне говорил, слушай, а как вот ты, ну, вот как ты себя ощущаешь, вот ты пишешь это кино, вот детективщики эти, и чё, и как ты, ну, как бы, ты нормально с этим? Я говорю, ну, ты знаешь, говорю, вот ты снял кино, да, ты считаешь, что ты хорошее кино снял, если его, там, две тысячи человек посмотрело. Он говорит, да, зрители ничего не понимают. Я говорю, ну, окей, хорошо, вот я делаю проект, делаю сериал, и у меня его, там, последний сериал посмотрело, допустим, 30 миллионов человек по всей стране, да, то есть, и когда сериал выходит, какой-нибудь мой, да, его смотрит вся страна. При этом я свободу творчества в рамках формата имею такую, какую захочу. Захочу Ницше процитировать, процитирую Ницше. Да, то есть, всё, что угодно. То есть, если у тебя увлекательная история, живые персонажи, да, тебе, там, свобода внутри этого формата гораздо больше, чем у тебя в твоём полном метре. И, ну, не говоря уже о том, что если, там, мы посмотрим вообще, что интересного, значимого в драматургии было в последние годы, это всё сериалы, начиная от «Клана Сопрано», то, что писал Аарон Соркин и так далее, и так далее. Да, вот сейчас о чём все говорят? О каком кино все говорят? Все говорят про Братство Кольца, да, про Властелина Колец Амазоновского. Кто-то хвалит, кто-то ругает. И все говорят про год дракона. Про какой-нибудь полный метр кто-нибудь сейчас говорит? Ну, нет. Никому не интересен полный метр. Всем интересны сериалы. Ну, и немаловажная история, если вы пишете, да, то есть, если вы хотите именно писательством зарабатывать на жизнь, нормальные деньги вы сможете зарабатывать только в том случае, если вы будете писать сценарии. То есть, никаким другим ремеслом сценаристы зарабатывают больше, чем драматурги, сценаристы зарабатывают больше, чем пиарщики, сценаристы, конечно же, зарабатывают больше, чем журналисты. Я помню, как я ушел, я старался до последнего не уходить из газеты. Почему? Потому что тоже надо понимать, что сценарная работа, она очень нестабильная. И сегодня у тебя три проекта, завтра у тебя ни одного проекта. И нужна финансовая самодисциплина, и нужно уметь с этим обращаться. Нужно понимать, что ты получаешь, допустим, 2 миллиона за проект, и там тебе эти дальше 2 миллиона на полгода каким-то образом растянуть. Не у всех это получается. И поэтому я держался, прям до последнего не уходил из газеты. Но потом, уже когда меня пригласили главным автором на побег для первого канала, там уже все, вариантов не было. Это была круглосуточная фактически работа. И мне пришлось из газеты уйти. И к этому времени я работал в журнале, в онлайн-издании частный корреспондент, тоже шеф-редактором. И когда я ушел и начал работать сценаристом, уже 100% только сценаристом, у меня доходы увеличились в несколько раз. Мгновенно. Просто вот типа там декабрь 100 тысяч, да, там январь 500 тысяч в месяц. Вот. Поэтому, да, это действительно, это большие деньги, но это деньги не автоматически, да. То есть это не такая история, что ты стал сценаристом, и все, ты работаешь, да, ты листки бумаги куда-то в машину какую-то засовываешь, и тебе оттуда деньги на карточку переводятся. И, естественно, не все сценаристы зарабатывают одинаково. Кто-то зарабатывает больше, кто-то зарабатывает меньше, да. Но вот плюс-минус это самая высокооплачиваемая творческая работа, какая вообще может быть. Вот. И дальше, смотрите, вот что я бы советовал, как бы я рекомендовал строить карьеру тому, кто сегодня хочет стать сценаристом. Во-первых, поступить, учиться в мастерскую. И еще раз, я без лишней ложной скромности, без лишних каких-то обиняков, я скажу, что поступайте к нам. Идите в нашу сценарную мастерскую. Нафиг всех остальных. Потому что, честно говоря, да, то есть, ну, конечно, да, это бывает такое, и мне прям смешно бывает это видеть, когда кто-нибудь пишет, что вот я прошел ваш какой-нибудь там бесплатный курс, понял, что я хочу учиться в сценарном мастерстве и поступил в какую-то там киношколу. Я просто смеюсь. Ну, логика, да, то есть, ты прошел мой курс, ты понял, что учиться надо у меня, и зачем-то пошел учиться еще куда-то. Ну, как бы, ну, можно, конечно, ну, иди, давайте пойдем длинным путем. Давайте вы сначала потратите деньги и сходите куда-то еще, да, впустую потратите там год-два жизни. Ну, потом, ну, окей, потом, когда туда сходите, после этого у нас-то всегда, у нас в мастерской всегда есть ученики, у нас, мы, мы любой курс у нас наберется, вот, и без вас. Но, как бы, вам-то каково быть? Вам-то зачем тратить год или два жизни? Ну, можете сразу же поступить и уже там через несколько месяцев уже ваш сценарий рассылать по продюсерам. И вполне может быть, опять же, у нас были случаи, когда, вот сейчас у нас идет базовый сценарный курс, у нас были случаи, когда после базового сценарного курса человек находил работу сразу же и шел там креативным продюсером в компанию. Вот был такой случай. Был случай, когда вот этот сериальный курс, о котором я говорю, да, человек написал пилот на этом сериальном курсе, отправил в компанию, в первую же компанию, и сценарий понравился. Я не знаю, сняли этот сценарий или нет, но этот человек работает главным редактором этой компании сейчас. То есть, он переехал в Москву, он был откуда-то, я не помню, мне кажется, из Крыма. Переехал в Москву и работает сейчас главным редактором в крупной кинокомпании. Нигде никогда сценарному мастерству не учился, кроме как вот на этом нашем курсе, на сериальном курсе. Вот. Дальше, следующая вещь, да, то есть, отучились, отучились в мастерской. То есть, первое, что надо сделать. Вторая вещь, нужно набирать опыт. И набор опыта, например, у меня тоже происходил следующим образом. Я поставил себе задачу, вот так же, как я когда писал пьесы, я поставил себе задачу выиграть все драматургические конкурсы в России. Которые были в то время. И я их выиграл все. Евразию два раза выигрывал. Кроме одного, один конкурс мне никак не дался. Это конкурс под названием «Действующие лица». Я посылал туда работы свои, но ни разу не выиграл. Но меня немножко утешает то, что после этого этот конкурс уже куча моих учеников выиграла. Уже человек 20, наверное, его выиграло. Вот. Поэтому можно считать, что этот гештальт я тоже закрыл. И когда я учился писать сценарий, я поставил себе задачу поработать со всеми телеканалами. И эта задача была выполнена. То есть, ну, с основными каналами. С Первым каналом, с Россией, с НТВ, с СТС. На каждом из этих каналов у меня вышло по несколько проектов больших. А издания типа, вернее, каналы типа «Домашнего», «ТВ-3», «РЕН-ТВ», да, ну, посотрудничал. То есть, какой-то опыт приобрел. Не всегда этот опыт был успешным. Не всегда эти проекты дошли до экрана. Но, тем не менее, ТНТ, да, то есть, какое-то понимание о том, как это все устроено, приобрел. И сегодня стало немножко сложнее в этом смысле. Когда я начинал, было совсем просто попасть на ТВ. То есть, это можно было просто вот через Фейсбук найти продюсера, написать письмо. И все, и уже через два часа ты навстречу. У меня такое бывало неоднократно. Иногда продюсеры сами мне писали, да. То есть, люди сидели, читали, да. То есть, я пишу что-то о кино все время, о сценариях. И кто-нибудь мне пишет. Александра, давайте там, Коля Картозия пишет. А почему мы с вами не работаем? Ну, давайте поработаем. Вот мы там кое-какой проект с Колей Картозией сделали. Вот. Несценарный, правда. Но, тем не менее. И телевидение, надо понимать, да. К телевидению сейчас относятся очень пренебрежительно. Телевидение не умирает. Телевидение нормально еще много лет будет работать. У телевидения есть определенные ограничения. Хотя, конечно, падают и охваты. Но важно понимать, что Россия... Я сейчас странную очень вещь скажу. Но, тем не менее, российское телевидение в плане производства сериалов дает максимум творческой свободы, какой только вообще может быть. То есть, это звучит странно, да. Особенно, если учесть, что я там все время писал детективы. И, естественно, там в каждом детективе обязательно должен быть там какой-нибудь честный ФСБшник, да, и так далее, и так далее. То есть, есть определенные законы жанра. Есть определенные законы формата. Но, если вы эти законы соблюдаете, дальше вы можете творить вообще все, что угодно. Ну, главное, чтобы это было интересно. Вот. Поэтому, ну, во всяком случае, когда я работал, когда мы делали с Денисом Естегнеевым, делали побег, у нас свобода была максимальная, творческая. В смысле бюджета ограничений вообще никаких не было. То есть, я помню момент, когда там сцена, где подъезжают эти самые, подъезжает железная дорога, подъезжают две полицейских машины, перекрывают дорогу и едет поезд. И поезд вместо того, чтобы остановиться, сметает эти машины. Вот. И я Денису сказал, написал сцену и говорю, слушай, ну, наверное, дорого получится. Давай сделаем так, что поезд подъезжает, и они успевают отъехать в последний момент, там, кричат и пропускают его. Он говорит, ну, это же не круто. Ну, сбить машину, это же круто. Это красивый кадр. Но это будет стоить ровно две машины полицейских. Да, то есть, они, конечно, восстановлению подлежат после этого, да, но, тем не менее, это довольно серьезное повреждение. И мы это сделали. То есть, мы расхреначили эти две машины. Можно найти этот кадр в интернете и посмотреть. И он еще нанял вертолет для того, чтобы снять 6-секундный кадр сверху пролета. То есть, этот момент, когда он сбивает машину, еще и с вертолета сняли. Очень круто. Вот. Поэтому свобода, на самом деле, ну, довольно большая в этом смысле. Но самое главное, друзья мои, самое главное, то, что есть сейчас, и то, чего не было, скажем, еще 10 лет назад. Это большое количество платформ, которые тоже заказывают проекты, тоже заказывают сериалы. И когда вы делаете сериал, скажем, для первого канала, или для НТВ, или для России, там есть определенный формат. На курсе я здесь сейчас не буду это все подробно рассказывать. Но вот если вы придете на курс, я вам все там дам полную раскладку, вплоть до того, сколько минут серия на каком канале. На платформах этого ничего нет. Платформы, какие основные платформы? Это Prime, это IV и это QON. Три основных платформы. И там скорее короткие серии. То есть, продолжительность серии стремится скорее к 20 минутам, чем к 40. И тематика вообще любая. И там цензуры, по сути, вообще нет. То есть, когда-нибудь, я думаю, что цензура появится и там. Да, ну, цензура в каком смысле? Ну, там, не знаю, секс нельзя показывать откровенно, да, порно. Матом нельзя ругаться. Вот там все это можно сейчас. Вот. И будет можно еще какое-то время, я думаю. Поэтому сейчас в этом смысле для сценариста ситуация уникальная, да. И я бы советовал сценаристу идти всеми этими путями, да. То есть, первый путь это идти. Ну, естественно, еще раз подчеркиваю, еще раз. Тема сегодняшнего разговора. Как стать сценаристом? Что для этого надо в первую очередь? Идти и учиться в киношколу. То бишь, в нашу сценарную мастерскую. И сразу оговорюсь, что вот очень часто люди говорят, да ну, я просто сейчас все есть в интернете. Я буду просто смотреть много кино и буду писать, буду читать учебники. Опять же, благодаря кое-кому учебников по сценарному мастерству довольно много. Да, я не только про свои учебники говорю, но и про учебники, написанные моими коллегами. Потому что какое-то время я просто ходил по всем моим коллегам. Олега Сироткина заставил книгу написать. Там Сашу Талала, Таню Салахиеву Талал. Да, я прям вот всех пинал и говорил, ребята, пишите-пишите учебники, пишите-пишите учебники. И сегодня на русском языке учебники по сценарному мастерству, вот этот пул учебников, существующих на русском языке, гораздо лучше, гораздо выше по качеству, чем пул учебников на английском языке. То есть, сегодня в этом смысле, вот психология для сценаристов Танина, да, или книга Олега Сироткина, образ, перевертыш образ, не помню третье слово как, но неважно, если будете искать, по фамилии легко найдете. Видите, замечательная книга, на мой взгляд, это все намного лучше, чем большая часть учебников, которые существуют на английском языке. А уж поверьте мне, у меня этих учебников шкаф, да, то есть, я их прочитал все, что можно. И наши сейчас в этом смысле гораздо лучше. Ну и результаты. Посмотрите на наши сериалы, да, и посмотрите на то, какое фуфло сегодня гонят американские каналы. То есть, сегодня можно смотреть, не то, что наши сериалы можно смотреть по сравнению с американскими, а американские невозможно смотреть. Можно смотреть только наши. И европейские, естественно. Да, скандинавские, турецкие очень хорошие сериалы, итальянские сериалы, испанский бумажный дом, да, то есть французские. И как бы в этом смысле, если мы хотели порвать Голливуд, ну все, мы его уже порвали. И понятно, что сейчас в связи со всем известным событиями, естественно, какое-то будет проседание. Наверное, сейчас Netflix не очень охотно будет покупать российские сериалы, но опять же, поверьте, пройдет полгода и все русское войдет в очень большую моду. В том числе и русские сценаристы, в том числе и русские сериалы. Уже сейчас есть информация, которая, в общем-то, с самого верха от генерального директора крупного издательства российского, я знаю, что американское издательство, самое крупное американское издательство заказало права на 300 современных русских книг. Зачем? А вот зачем-то. Вот. Что-то они вдруг поняли, что что-то они про нас не знают. И они теперь это про нас хотят узнать. Вот. Поэтому, друзья мои, если вы хотите писать сценарий, то вы в нужном месте в нужное время. Оно сейчас, сейчас вообще, вы знаете, мне кажется, что сейчас вообще уникальная ситуация, которая бывает, ну, два раза в жизни. Один раз в жизни, первый раз в жизни. Это я попал в эту ситуацию. Потому что, когда в 98-м году случился кризис финансовый, рухнул рубль, скакнул доллар и стало невыгодно покупать бразильские сериалы, латиноамериканские. Вы, люди молодые, не помните 90-е, а я помню, когда с утра до вечера тропиканки всякие и так далее, и так далее были по нашему телевидению. Сейчас ничего этого нет. Почему? Потому что невыгодно стало покупать сериалы и их стали снимать сами. Первый сериал, его сняли незадолго до кризиса, где-то году в 96-м, что ли, в 97-м, улицы разбитых фонарей. Его сняли изначально для ТНТ. Потом его купил первый канал. И это был хит, это была бомба. Оказалось, что наши зрители хотят смотреть наши сериалы. И все. И дальше бум. Начался русский сериальный бум. В огромных количествах снимали. И как пылесосом просто сметало всех людей, которые хоть сколько-то умеют писать. Я помню, я давал интервью одной девушке, критикессе, по театральным делам своим. И вот, значит, я ей даю интервью, мы обсуждаем наши театральные дела. И после этого она говорит, ну все, мне надо идти, мне серию надо дописывать. Я говорю, мне тоже надо серию дописывать. То есть, вот драматург и критикесса поговорили о театре. И потом каждый пошел писать свои сценарии. Вот. То есть, все этим зарабатывали. И вот сейчас будет происходить то же самое. Потому что, если действительно будет такое... Хотя сейчас уже есть некоторые признаки, что это все пытаются отыграть. Но если будет эмбарго на официальный прокат западных фильмов в России, это все надо будет каким-то образом замещать. Сразу никакого замещения не будет, не произойдет. Это невозможно. Потому что производственный цикл два года. Но если хотя бы два года это замещение продлится, ребят, никакого голливудского кино не то, что у нас не будет. А его будет не надо. Его просто будет не надо никому. Потому что уже сейчас, если вы посмотрите, кто сейчас какое кино смотрит, это либо наши блокбастеры, либо наши комедии. Дешевые, малобюджетные. И сегодня, если какая-то комедия с небольшим бюджетом, имеет шанс окупиться очень быстро. То есть, у российского кино сегодня появляется реальный вполне... Поверьте, я уж я-то точно далек от патриотического ослепления. И если вы меня знаете достаточно давно, я о политике, у меня принцип о политике не говорить никогда. Но все равно по косвенным признакам, думаю, что вы догадываетесь, каковы мои политические взгляды. То есть, я далек от ослепления такого патриотического. А мы все сейчас это самое. Нет. Но тем не менее, я... Ну как бы надо трезво оценивать ситуацию. И она такова. Сейчас есть шанс. И похоже, что все люди, которые этим занимаются, они это понимают. И, соответственно, это значит что? Это значит, что на горизонте где-то года в два начнется пылесос. То есть, людей туда будет просто засасывать. Туда можно будет попасть очень легко. Вход в индустрию будет очень простым. Потом он снова усложнится. Вот. И если вы хотите заниматься сценарным мастерством, то вот сейчас у вас шанс для этого. И дальше следующая вещь. То есть, первое, отучиться в киношколе. Второе, писать для всех каналов. Третье, писать для платформ. И четвертое, то, чего не было у нас. Чего не было в наше время. Хотя, ну, я на самом деле уже там старался, пытался делать какие-то вещи. Я помню, мы снимали такой интернет-сериал. Он очень плохой по качеству. Кажется, ни одна серия не сохранилась. То есть, сумерк и зима. Две серии аж мы сняли. И они, конечно, совершенно чудовищные. Потому что монтировалось это все. Снималось на телефон. Монтировалось там каким-то тоже странным образом. Вот. Но, тем не менее, да, мы на этом все мучились. И потом все это превращалось в какие-то проекты. Да. То есть, там вот эти наши такие простенькие эксперименты, снятые на телефон вечером после работы, да, они привели к запуску первого российского интернет-телеканала. Он назывался Russia.ru. Мало кто его помнит. Там был первый или один из первых интернет-сериалов под названием, по-моему, университет он назывался. Или универ. Но я боюсь ошибиться. Вот. И это был прям интернет-сериал. С сюжетом, с актерами, со сценарием, там, и так далее, и так далее. Вот. И дальше, сегодня, интернет-сериалы стали, в общем, вполне таким, вполне почтенным бизнесом, да. То есть, если вы посмотрите, скажем, на Лапенко, да, на его сериалы, это хороший бюджет, хорошая работа, хорошее техническое оснащение, ну, и хорошая актерская работа, да. То есть, это все достаточно профессионально. И сегодня, друзья мои, у каждого из вас в руках или в кармане есть мощная камера, да. Я помню в свое время во ВГИКе я попал на какую-то лекцию по операторскому мастерству. У нас много было там разных специальных лекций. И вот случайно что-то нам кто-то из операторов рассказывал нам о параметрах, параметрах, как это называется, не электронной камеры, тогда это еще не фотоаппарат, а именно видеокамера, но не битакам, но уже цифровая камера, такая, как бы, которую кино можно снимать. И он показывал нам на большом экране кадры, снятые этой камерой. Говорит, вот, пожалуйста, все это, ну, не отличишь от пленки. Очень качественно. Так вот, параметры этой камеры вот такие, как вот у этого моего телефона. То есть, вот этот вот мой телефон, на который я веду этот эфир, да, на него вполне можно снимать полнометражное кино. И качество будет такое, что вы от пленки не отличите. И качество звука, кстати говоря. Да, то есть, можно подключать микрофон, но даже вот через встроенный микрофон сейчас качество достаточно хорошее. То есть, вы можете сделать свой проект сами. Да, то есть, вы можете снять короткометражный фильм, взять двух-трех друзей и вместе с ними, написать сценарий, вместе с ними снять короткий метр. Вообще не проблема. Да, снять это на телефон, смонтировать у себя на ноутбуке. Можно сделать интернет-сериал. Да, если нужен какой-то минимальный бюджет, да, какие-нибудь 30-40 тысяч, я думаю, что любой человек с зарплаты со своей может отложить. А на 30-40 тысяч можно очень многое сделать. Да, то есть, если при этом не пилить бюджеты, а свои же деньги вы, наверное, не будете пилить. Вот, поэтому вполне можно сделать. Поэтому четвертое, что я советую делать непременно, это снимать самому хоть что-то, хоть какой-то блог, да, какие-то короткие сюжетики. Вот. И вплоть до того, что я вижу, что сегодня, скажем, вот эти шортс, 15-ти секундные, 30-ти секундные ролики, они становятся все более и более, ну, такие сюжетные, все более и более кинематографичные. Вот, например, Ирина Горбачева, то, что делала в Инстаграм, да, там 15-ти секундные сюжетики. Это такое 15-ти секундное кино. Вот. И это не сделаешь просто, да, просто взял и что-то дурью валяешься, дурью маешься. Там, ну, мозги надо приложить для того, чтобы это хорошо и классно выглядело. Вот. И поэтому я думаю, что и это очень хорошо работает на самопродвижение. То есть можно это делать, и если вы будете известными, то вы будете очень востребованы. Да, то есть если вы будете известными, вы будете и востребованными. Если вы будете приходить на встречу, если вы будете присылать заявки, то это будет, то вы будете, да, будут их читать внимательно, и вы будете получать заказы. Окей. Вот что я вам хотел сегодня рассказать. Вот те вещи, да, фактически вам пошаговый план дал. Теперь вам остается только что сделать. Пройти по ссылке в описании, подать заявку и присоединиться к нашей сценарной мастерской. Сейчас я, если у вас есть ко мне какие-то вопросы, задавайте в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. Не знаю, как вам. Мне, в принципе, было интересно с вами общаться, интересно вам рассказывать. И я думаю, что, может быть, мы с вами это в каком-то, в том или ином формате общения продолжим. Не знаю уж там делать ли это по субботам в 12. Ну, посмотрим, как пойдет. Может быть, по пятницам буду делать. Вам понравился Чернобыль? Это где Козловский? Ребят, воздержусь от... Да, то есть, опять же, у меня есть принципиальная такая позиция не отзываться плохо о моих коллегах. Ну, уж тем более о моих учениках, да. То есть, никогда никаких критических замечаний я, поверьте мне, да, я в лицо что-то могу сказать. Вот. А если я хвалить буду, да, вы скажете, да, что ты хвалишь? Это же твоя ученица написала. Это все вранье, да. Ты так не думаешь. Вот. Поэтому ничего не буду говорить. Как вы относитесь к Bad Comedian? Смотрите. У меня двойственное к нему отношение. Во-первых, он невероятно талантливый чувак. Невероятно. Да. То есть, и то, что он делает, это на самом деле кино. Да. То есть, это он создал, фактически, он создал отдельный вид искусства. Да. То есть, это не обзоры, да, это не критика, да. А это такой стендап вокруг вышедшего фильма. Вокруг состоявшегося фильма. Мне кажется, что до него, до того, как он это сделал, никто этим не занимался. Смотреть их очень интересно. И он умеет управлять вниманием. Он умеет, он талантливо пишет. И, на мой взгляд, он очень неглупый чувак. И мне кажется, что он свою работу такого санитара леса, он выполняет очень неплохо. Да. То есть, он учит. Да. То есть, он учит смотреть кино. Учит не вестись на булшит. И он учит, на самом деле, и творцов. Да. Потому что, когда человек снимает кино, я уверен, что в каждой съемочной группе время от времени кто-нибудь говорит или может сказать. Ребята, попадем к Бэткомедиану. Давайте-ка мы будем лучше стараться. Вот. Поэтому, вот я считаю, что в целом то, что он делает, это очень позитивно. Но есть и другие мнения. То есть, есть мнение, что это, скажем так, провоцирует хейтерство. Да. То есть, это априори приучает к тому, что все русское кино говно. Что смотреть его не надо. И так далее. И так далее. Ну, это совершенно не так. Русское кино великолепное. Оно сегодня в такой форме. В какой оно за всю историю было два раза. Да. То есть, оно было в такой форме в 60-е годы. Да. Когда летят журавли снимали. И оно было в такой форме в 20-е годы. Когда оно вообще было просто лучшим в мире. Вот оно сейчас в такой форме. Великолепной. В очень хорошей форме. Понятно. Вы мне скажете. А как же вот это говно? Ёлки, не ёлки, переёлки. Ребят. В любой хорошей, мощной, сильной кинематографии на 200 фильмов 10 хороших. Так вот, у нас эти 10 хороших есть. 190, ну, таких. Более-менее. Можно смотреть, можно не смотреть. Ну, из них какое-то количество вообще полное отстои. Ребят. Я смотрел кино вот так вот. Пачками. Да. По 100 фильмов. По 200 фильмов. И я знаю, что вот это прекрасное советское кино. Да. Оно по большей части было совершенно ужасное. В том числе в 20-е годы. Оно было кошмарное по большей части. Но было Эйзенштейн, был Пудовкин, был Довженко. Да, было несколько человек, которые делали реально мощные вещи. А большая часть была фуфлом. Вот и сейчас точно так же. Да, большая часть фуфлом. Но есть некоторое количество авторов, которые делают интересные, классные вещи. Кот, например. Коты. Братья-коты. Мне очень нравится то, что они делают. Так. Джокер 2. Ну, мы же не знаем пока, какое это будет кино. Известно пока только то, что... Я выкладывал фото в Инстаграме, где этот Хакин Феникс читает сценарий. Нам известно о нем только то, что это мюзикл. Больше мы ничего не знаем. Да. Вот. Противоречие и перевертыш парадокс. Книга Олега Сироткина. Олега очень люблю. Мы с ним дружим много лет. И он несколько раз выступал у меня на сценарной конференции. Если интересно, можете найти у нас либо на канале, либо в группе в нашей ВКонтакте. Можете найти его мастер-классы. Они все очень дельные. Олег просто раскладывает только в путь. Горячих и другие вроде раньше вышел. Да, Горячих и другие. Клубничка раньше вышла. Да. Но они не были настолько культовыми. Да, то есть, Улицы разбитых фонарей это первый сериал, который стал культовым. Да, были раньше, конечно, были попытки снимать сериалы. Естественно. Но выстрелили именно вот это выстрелило. Я пишу заявки для одного детективного сериала. Но мне говорят, что они слишком наивные. Это лечится? Конечно, лечится. Приезжайте, приходите в мастерскую. Приезжайте, в смысле, онлайн. За три месяца вылечены. Понимаете? Вот эта наивность, это не жизненная наивность. Это на самом деле наивность драматургическая, структурная. Вот. И именно эту структурную наивность мы и лечим. Да. То есть, когда мои ребята сдают заявки, у них эти заявки покупают. Почему-то. Понятно, что, конечно, да, гарантию никто дать не может. Но, тем не менее, скажем так, вероятность того, что ваши заявки начнут покупать, она заметно повысится. В разы. А может быть и на порядке. Ну, здесь еще, естественно, многое зависит от вашего упорства. Помню, когда я начинал, я писал, был такой замечательный сериал под названием «Детективы». Его, помните это? Да я же люблю его, да он же любит, да он же тебя любит. И что это был какой-то такой кусочек. Не я писал эту серию, сразу скажу. Но, тем не менее, над этим сериалом принято потешаться. Но, я написал первый пилот этого сериала, который был снят. Там, причем, безумная совершенно история была. Ребят, если есть вопросы ко мне какие-то, то задавайте. Я с удовольствием отвечу. Прямо сейчас в чате. Короче, я первый, наверное, первый и последний человек, который попал в кино, на телевидении через поэцкую мафию. У меня в ЖЖ приятель был такой Саша Кабанов из Киева. И он, значит, что-то мне как-то написал. Слушай, вот у меня друг, поэт тоже Саша Даган. Вот он сейчас шеф-редактором работает на Первом канале. И он ищет людей. А ты тут все время пишешь про то, что ты сценарий хочешь писать. Вот тебе телефон Дагана, позвони ему. Я, значит, звоню Саше Дагану. И он говорит, окей, хорошо. Рассказал, какой у меня бэкграунд. Он говорит, да, окей, нормально, давай попробуем. Присылай, типа, сочини 10 заявок и присылай. Я, значит, сочиняю 10 заявок, отправляю ему. Он говорит, все говно, все 10. И рубит все. Я еще 10 пишу. Он говорит, ну, вот эти две вроде более-менее. Ну, попробуй еще. И я еще 10 пишу. И он из тех 10 уже отбирает две. И все железно, говорит, эти делаем. И я думаю, что у меня времени есть. Все нормально. Я все успею. За недельку напишу. И тут вдруг 2 часа дня. Я сижу на работе. Я тогда работал шеф-редактором в газете метро. Значит, звонит Саша мне и говорит, слушай, завтра в 2 часа, а времени, типа, там, 3 часа дня. Завтра в 2 часа нужен сценарий. Нужно отдать редактору. Мы уже на следующей неделе снимаем. Я такой, окей, без проблем. И такой, типа, кладу трубку и думаю, как? Как я это сделаю? Договорился с ребятами. Они меня там на работе прикрыли. И сел писать сценарий. Да, то есть, нужно написать серию. 26 страниц, 26 минут. Времени сутки. При этом, я в эти сутки, во-первых, надо было доработать день до конца. Во-вторых, вечером мы ехали в мытищи забирать моего кота. Моего будущего любимого кота Сеньку. С которым мы прожили много лет. И который несколько лет назад ушел гулять по радуге от нас. И на следующий день утром, в 6 утра, я должен был ехать на телеканал Домашний. Рассказывать какую-то херь, связанную со щепнем каким-то. Именно вот, чтобы там газету рекламировать. То есть, сутки очень веселые получались. Значит, я сажусь, пишу что-то. Потом вечером еду, встречаю жену. Мы вместе с женой едем в мытище. Забираем кота, приезжаем вечером домой, часов в 10. Я сажусь писать дальше. Пишу, в 2 часа ночи засыпаю, прямо на ноутбуке. Вернее, на компьютере, прямо на клавиатуре. Ноутбука еще не было. Значит, утром меня будит жена, выпинывает в этот самый... На телевидении я еду на канал Домашний. Какую-то полную ерунду там мелю. Значит, заканчивается эфир. Я еду домой и дописываю серию. И в 2 часа, там, без 15.2, отправляю ее законченную. Отправляю Саше. Вот. И ложусь спать. Значит, просыпаюсь от его звонка. Он прочитал. Говорит, да, все нормально, все делаем, снимаем. Как сейчас помню, серия была про торговцев наркотиками, которые продавали наркотики через пиццерию. Вот был такой сюжет. Я не знаю, вышел он в итоге в эфир или нет. Но вот первая серия именно вот эта была. Так, как вы думаете, ЛГБТКА плюс повестка в современных сериалах в ближайшие два года, о которых вы говорите, невозможно? Не вижу никакой проблемы абсолютно с этим. Вообще никакой проблемы не вижу. Просто в случае с сериалом на телевидении об этом надо договариваться. То есть, если, например, продюсер, скажем, Константин Эрнст считает, что с художественной точки зрения вот здесь должен быть ЛГБТ плюс повестка какая-то. Должен быть такой персонаж. Он это сделает. И никто ему слова не скажет. Когда Эрнсту в оттепеле нужен был персонаж, его играл Женя Володский. Трагичная история. Женя играл, это актер Мтьюза. Он играл Дюшу в моей пьесе «Убийца» в постановке. И он стал инвалидом. Что-то у него было, какой-то неудачный прыжок во время отпуска. И он парализован. Сейчас он уже несколько лет лежит в этой самой. Но вот его была такая заметная роль. Это был персонаж как раз-таки ЛГБТ плюс. На первом канале. Никто слова не сказал, не пискнул. А что касается интернета, сериалов вообще никаких вопросов. Найдите сериал Лизаветы Симбирской. Тоже, если интересно. Я делал с ней эфир по этому поводу. И она делала мастер-класс. Проводила у меня во время сценарной конференции. Она, собственно, сценарист этого сериала. Сериал называется «Я иду искать». Интернет-сериал. На Ютубе он есть. Он интересно очень сделан. Там каждая серия, там 7-минутные серии. Каждая серия снята одним кадром. Поэтому я думаю, что вообще никакой проблемы с этим нет. Отличаются ли сценарии для сериалов и для сцены? Конечно же, да. Отличаются. Есть ли у вас курс для театральной сценаристики? Вы знаете, я много лет собираюсь сделать курс по пьесе. И я думаю, что, наверное, я сделаю все-таки такой курс в следующем году. Но не ждите. Идите сейчас, идите на сериальный курс. Потому что пьесами пьесы вас не прокормят. Так, Александр. Как вы относитесь к читерским описаниям действий типа оценка и реакции? Читаю. Сейчас много российских пилотов. Там это на каждом шагу. Иван. Оценка. Ирина. Реакция. Дурной тон или уже норма? Дурной тон. У меня... Ну, смею надеяться, что никто из моих учеников никогда такого в описании действия не напишет. Во всяком случае, я заставляю очень четко эту оценку, эту реакцию прописать. Ну, какая реакция? Широко раскрывает глаза, например. Вообще, я считаю, что указания для актера должны быть предельно четкими. То есть, вы действие, которое вы прописываете, оно должно быть очень четкое. Актеры со мной не согласны. Но мне, честно говоря, пофиг на их несогласие. Потому что, когда ты просто пишешь, они говорят. Вы скажите, какую нам эмоцию сыграть, а мы уж сыграем. Ребята, я видел, что вы играете, если вам не прописать четко действие. Поэтому всегда должно быть четкое действие. Поворот головы, кивок. Или сжал в руке платок, условно говоря. То есть, вот эта реакция, она должна быть, конечно же, всегда прописана. На платформах есть очень хорошие фильмы. Конечно, естественно. И очень много заметных этих самых. Очень много заметных проектов. Планируется ли создать курс по написанию пьес? Да, я говорю, что много у меня про него спрашивают. Сделаем. Я думаю, что в следующем году мы сделаем. Будет ли в ближайшее время мейнстримом что-то доброе оля «Любовь и голуби»? Но в свете сегодняшних. «Любовь и голуби» написал Гуркин, сценарист, драматург. Так получилось, что... Вот забавно, что вы этот фильм вспомнили. Потому что много-много лет назад, когда я был совсем маленький, к нам в Сямжу приехала съемочная группа этого фильма. Представляете? Сямжа, поселок на севере Вологодской области. Четыре тысячи жителей. А тогда вообще две было тысячи жителей. И съемочная группа приезжала. И была встреча на этом самом... Встреча в клубе. И фильм мне не понравился. Я ничего там не понял. Потому что я ребенок был. Мне лет... Не знаю, сколько было. Восемь, может, десять. Вот. И потом, через много лет, так получилось, что я познакомился и с Гуркиным. Он... Был такой семинар премьера. И там была... Там показывалась моя пьеса «Снежный городок». И он, собственно, эту пьесу разбирал. И он меня, в общем, благословил. В этот... В драматургию. А с режиссером, с Меньшовым, мы познакомились гораздо плотнее. Он играл майора, потом полковника, потом генерала Брагина, Петра Брагина. И в моем сериале, который я с друзьями со своими писал, «Москва. Центральный округ». И мы с ним... Ну, не скажу, что сдружились. Но, по крайней мере, дома я у него в гостях был. Вот. Поэтому для меня это такой близкий, душевный фильм. Все фильмы Меньшова я люблю. Ширли-Мырли вообще, я считаю, великое кино. Причем оно чем дальше, тем оно становится лучше. То есть, когда его только сняли, мне казалось, что хуже фильма вообще быть не может. Вот. Я думаю, что такое кино, как «Любовь и голуби», сегодня станет хитом мгновенно. И просто вот и навсегда. Вот, кстати, если вы посмотрите, есть такой сериал «Сваты». Тоже его написал и режиссером был мой однокурсник Андрей Яковлев. Мы вместе с ним учились во ВГИКе у Бородянского. И вот «Сваты», на мой взгляд, это прямой референс «Любовь и голуби». То есть, это сегодняшняя версия «Любви и голубей». Но только в формате сериала. Вот если вы напишите такой сериал, он будет мега-хитом. Вообще, безо всякого сомнения. А у «Сватов», когда они выходили в эфир, я не знаю, сейчас там, по-моему, это же еще Украина, да? То есть, сейчас же еще там с этим всякие сложности. Но, когда выходил, по-моему, первый сезон или второй сезон, там доля была 28%. То есть, сейчас вообще такого не бывает. Очень большая доля была. Так, реалии в противовес всем экшен-кишкам сегодня. Я считаю, что, опять же, вы посмотрите, что сейчас смотрят реально, что сейчас собирают. Там самые популярные фильмы, типа «Леша нужного, я худею». То есть, добрые, смешные, молодежные комедии. Но могут быть и не обязательно молодежные. Вот это люди смотрят. То есть, хорошая комедия, на хорошую комедию люди всегда пойдут. И хорошая комедия, она всегда окупится. Поэтому, вы хотели заменить бег по утрам на что-нибудь другое. Не нашлось замены. Мне нравится бегать. Мне кажется, для писателя бегать это самое то, что надо. Бежишь и думаешь. Сюжет какой-нибудь в голове крутишь. Просто идеального. Я бегаю уже больше восьми лет. Наивные, в смысле, слишком женские, розово-сопливые. Но, опять же, Дарья, приходите в мастерскую, посмотрим, что у вас за сюжеты. И я уже конкретно буду какие-то рекомендации давать. Так, имеет ли смысл идти к вам на курс человеку, который никогда не писал сценарий, но стало интересно про это направление? Слушая вас, имею именно филологическое образование. Наталья, вы прямо в точку, понимаете? Те люди, которые уже хотят писать сценарий, знают, что они хотят писать сценарий, они уже идут к нам в мастерскую. Потому что, ну, такие люди, как правило, уже знают, кто я такой. Знают, что такое наша мастерская. Знают, что мы делаем. И, в общем, нет никаких сомнений у таких людей, куда идти учиться. Для меня дороги такие люди, как вы. То есть, такие люди, которые не планировали писать сценарий. Потому что я считаю, что... То есть, чем больше... То есть, я считаю, мою задачу вовлекать людей в сценарное мастерство. Чтобы те люди, которые не планировали писать сценарий, не хотели быть сценаристами, чтобы пришли вот так вот. Зашли на мою страницу, посмотрели какой-нибудь эфир и сказали, блин, чувак, мне нравится то, что ты рассказываешь. Мне нравится то, что ты делаешь. Мне нравится то, как ты живешь. Я хочу жить такой же жизнью. Потому что, на мой взгляд, это лучшая жизнь из всех возможных. То есть, когда я стал сценаристом, я наконец-то стал... Я с ребенком со своим начал, наконец, общаться. Я начал ездить по миру, наконец-то. То есть, я... Вот просто у меня такое ощущение, что до того, как я стал сценаристом, у меня жизни не было. А потом вдруг она появилась. Вот. Поэтому... Окей, друзья мои. Большое вам спасибо за внимание. Еще раз напоминаю, ссылка в описании. Спасибо вам за то, что слушали в прямом эфире и в записи. И отблагодарить меня можно самым простым способом, сделав репост этой записи у себя на странице, чтобы, может быть, кто-то из ваших знакомых тоже послушал запись. Может быть, им будет интересно. Пока-пока. Удачи вам. Пишите сценарии. Субтитры сделал DimaTorzok